Для бхастрики сидеть в лотосе, потому что здесь происходит движение такое. И лотос позволяет... Три точки опоры. Да, три точки опоры здесь. И дыхание... Ну, вот обычное дыхание такое. Животом. Дыхание животом. А можете теперь Капула Бхати показать? Капула Бхати сейчас покажу. Вот так. Живот естественно. Да, вы его напрягаете, живот. Раз, пусть чистота именно такая. Чистота выдоха должна быть примерно где-то на один счет, а вдох где-то на три. Капула Бхати. Да, Капула Бхати. Ну, а вот эти рекомендации, там, 120 дыхательных стекла в минуту. Ну, это слишком... Не, можно, можно доводить до 120, но лучше начинать там поменьше. Ну, их русская школа, да, я знаю. Именно так. Некоторые делают это. На начальном уровне. А вот просто... До 120. Число 108. Я думаю, что больше не может. Доминирует 108 и кратные 9 всегда. То есть... Кратные 9. Ну да, кратные 9. То есть, там, половина, там, 27, 36, 54, там, 63 и 108. 108, там, цикла, там, всех движений, вдох и вдох. Ну, это некоторые просто рассматривают нечто сакральное в этих цифрах. 27, 54, да? Ну, кратные 9 и полный цикл в 108. Да нет, я думаю, что здесь, как бы, по состоянию лучше всего. А чем это, вот, как бы... Не, ну, на четках обычно же 108. Ты автоматически, когда ты делаешь по четкам твое дыхательное право, ты получаешь... 108 — это такое геретическое число. Да, 12 на 9 помноженное. Да, 108, да. 9 граф и 12 адитив. Ну, вот, связано с джётишем. Ну, я думаю, что это не принципиально. 120, допустим, ни с чем не связано. Вроде бы как. Кто-то говорит, что нужно делать 40, 41. Аргументирую это тем, потому что, вот, существует, там, 21, 41. Потому что есть ануштхана, когда вы приступаете к какой-то садхане, нужно минимум 21 день, значит, делать джапы, или 41 день. А вы где-то это читали, да, или кто-то говорил вам? Ну, это так уже давно уже все так делают, что, как бы, это как понимается, как факт, как аксиома уже. Да-да? Вы сказали, что вы несколько месяцев интенсивно прорвали. Да. Да, наверное. Потом вы решили, какой-то режим. Если да, какой у вас режим сейчас? Сейчас, ну, сейчас у меня режим, сейчас я практикой занимаюсь постоянно, просто она у меня немножко другая. Сейчас я больше практикую раджа-йогов. А тогда я делал, это где-то было 8 месяцев, я делал на Али Шотхану. Чего я добился? Во-первых, я это делал без гуру. Я потом еще раз повторил, только уже меньше по времени. Когда уже я поехал в Индию, я нашел гуру. Во-первых, я научился контролировать свои поступки. Когда я только начал практиковать эту пранаяму, как-то время стало ускоряться вокруг. Я научился останавливать свой фунт, а время вокруг начало усиливаться. Стали происходить события. Плотность времени стала ощущаться. Я хотел уединиться, закрыться на даче. Потому что домой ко мне стали валить люди в больших количествах. Они почувствовали, что что-то есть, какая-то есть мощная. Им стало интересно. Надо брать. Надо брать. Надо брать, да. Были случаи, когда просто... Я ничего не преувеличиваю, я ничего не обманываю. Просто делал пранаяму. Я параллельно вел занятия. Вот так приходил, садился. Те, кто рядом возле меня сидели, они просто так улетали. Человек сидит, да, думает о чем-то. Вот он так раз, и он падает. Без всяких причин просто улетает. Падает в обморок. А какую конкретно вы делаете? Наде Шотхану. Вы вернулись. Наде Шотхану, наверное, вообще так, в принципе, действует немножко усыпляюще. Он успокаивающий сознание. Да. Потому что я у Романчандра секта, вот он делал Наде Шотхана, потом Шавасану, и я улетала тоже. Мне казалось, что он уже конкретно часто вложил Шавасану. Ну, у него, да, у него там свой такой подход. Он индивидуально вообще преподает, вот, как чувствует, что людям подходит. Наде Шотхану, она вообще универсальна. Эффект от Наде Шотхана вы сразу можете не почувствовать. Сначала я прочитал какую-то книжку. Кажется, это была книга Зубкова. Начал по ней экспериментировать. Делать Наде Шотхану, я ничего не почувствовал. Потом я нашел какого-то индуса, книгу какого-то индуса. Он говорит, что пранаяма делится на каништха, на матхяма и на утама. То есть на низшую, среднюю и высшую. Когда вы дыхание задерживаете на 48 секунд, вдох получается у нас 12. Задержка 48 и выдох 24. Если так практиковать утама пранаяма, то там было написано, что кундалини пробуждается через 6 месяцев. И вот тогда я стал чувствовать, что это такое. Обязательно нужно держать ровное положение тела. На этом этапе я стал реально осознавать, как изменения в моем теле, изменения в пране отражаются на внешнем мире. И в Наде Шотхане, когда, допустим, я делаю вдох, то я чувствую, как полностью вся эта сторона равномерно наполняется праной. Потом делаю выдох, так же прана распределяется, выходит через эту сторону. То же самое, как вот вы делали вот эту пранаяму. Почему я сразу же понял вот эти техники, там с вращением, с мантрой. То есть когда звук, он перемещается по телу, такая мучара происходит. Мне сразу, как только показали эту пранаяму, я это всю жизнь делаю. Ну, не всю жизнь. С того момента, когда я попробовал так интенсивно заниматься. Но я приступил резко, потому что я вообще подходил очень резко к практике. Сказали не есть мясо. Я сразу оставил. И никакой ностальгии. Написано вот столько там. Вот столько делается. Все. Я сразу же начал. По 80 кубак утром, 80 кубак днем, 80 кубак вечером и на ночь. Потому что не было препятствий. Дыхание может как-то было интересно. Были препятствия как в теле, так и за его пределами. А как преодолевались? А? То есть как преодолевались? За счет сосредоточения. Когда, допустим, я чувствую, что энергия начинает концентрироваться в сушу. Там происходит такое ощущение, как вот распирание в сушу. Начинает подниматься вверх. Я просто отключаю, отключаю ум. Отпускаю ум. Это состояние становится для меня естественным. Если ум напряжен в этот момент, то можно повредить свое тело. Это может быть, допустим, вредно для сердца.